Так, всем привет. Во-первых, если меня хорошо слышно и видно, то напишите что-нибудь в чате, который отусовский. Сейчас на все вопросы тоже поотвечаю. Во-вторых, к сожалению, из-за того, что мы стримим на YouTube, у нас будет большая-большая такая задержка между тем, что я говорю в реальном времени и тем, что вы видите. Там примерно 10-15 секунд. Поэтому, если вы какие-нибудь вопросы задаете, вот я только сейчас увидел, что плюсик, значит меня слышно. Спасибо. Вот, поэтому если вы задаете какие-то вопросы в чатике, то так вот уж прям сразу я могу не ответить, придется подождать. Так, чего еще есть полезного? Да, если что-то плохо будет со связью, с качеством, тоже пингуйте, попробую решить. Вроде из организационных моментов все. Где можно будет получить запись вебинара? Во-первых, она сохранится точно на YouTube. Во-вторых, потом она будет на страничке отуса, на странице программы. По машинному обучению. Там все будет. И самозапись, и еще ссылочка на материалы с кодом. А, вот, да, последний организационный момент. Так как у нас сегодня открытый урок, большой-большой вебинар на много-много человек, то у нас не вполне, скажем так, стандартный формат для материала. Я использую просто презентацию, в которой у меня будет код. Обычно на занятиях мы так, конечно, не делаем. Весь код это в Юпитере, чтобы интерактивно можно было что-то делать. Но сейчас все-таки в презентации. Поэтому, если вы хотите потом посмотреть на полный-полный код того, что мы будем с вами делать, можно будет перейти по ссылочке, которая есть в презентации, или по ссылочке, которая будет там же, где будет запись вебинара. Вот, как-то так. Вроде бы все такое большое и организационное сказал. Так, теперь, наверное, пару слов обо мне. Тут есть какой-то слайдик. Меня зовут Дима. Сейчас я работаю senior data scientist'ом компании OURA в Хельсинки, в Финляндии. Занимаюсь тем, что анализирую разные интересные биоданные. OURA – это компания, которая занимается кольцами, то есть такие маленькие колечки, в которых встроены различные трекеры, акселерометры, датчики температуры и так далее, и так далее. То есть, по сути, такой мини-трекер для вашего сна и для вашего общего благосостояния, для активности. Вот, собственно, там я и работаю. 7 плюс лет опыта в разных компаниях. Анализ данным занимался машинным обучением. Много где преподавал. И в Центре матфинансов МГУ, и на факультете компьютерных наук Высшей школы экономики. Ну и, собственно, там же и учился. Так, и сейчас, да, еще учусь в университете АЛТА, тоже в Финляндии. Получаю магистрскую по анализу данных. Так, это, значит, пара слов обо мне, и давайте сразу поехали. У нас как раз достаточно много времени. Сегодня у нас с вами открытый урок по анализу текстовых данных. Конкретно будем говорить о тематическом моделировании. И если кто-то уже занимался тематическим моделированием, то напишите чего-нибудь, чем занимались, какими задачками, есть ли у вас уже какой-то опыт. Ну и, да, еще поговорим, о чем говорят любители рэпа. Такой будет интересный у нас рассказ. Значит, цели нашего сегодняшнего занятия. Всем привет. Привет. Первое. Мы познакомимся с самой задачей тематического моделирования. То есть разберем интуицию, которая стоит за всеми модельками. Что, собственно, в них происходит, почему они работают, как это все происходит. Узнаем про основные этапы работы с текстовыми данными. То есть будем брать прям грязный такой датасетик, очень грязный. Будем его чистить, предобрабатывать для того, чтобы потом запихнуть в модельки. FastText. Классификатор новостей. Круто. Это круто. FastText – это который Facebook вроде сделал. Так, ну и еще мы получим представление, да, о самой популярной модельке для тематического моделирования. Это LDA. Запись будет доступна после окончания на нашем YouTube-канале. Да, спасибо. Посмотрим на LDA и как это все реализовано в питоне. Ну и, наконец, такой небольшой бонус. Мы посмотрим на расширенные возможности тематического моделирования. Работал с BigRTM. Ух ты, это очень круто, что вам удалось ее запустить и прям поднять, чтобы все заработало. BigRTM очень тяжело ставится. Это еще одна из моделей, которая тоже занимается тематическим моделированием. Разработана Воронцовым и его, собственно, командой. Очень классная, очень мощная, но ее сложно ставить, и у нее документация не очень приятная. Поэтому мы сегодня будем говорить про LDA, которая до сих пор хорошо себя показывает. Ну, собственно, содержание. Поговорим, зачем вообще нужно тематическое моделирование, как им заниматься и что из этого можно получить. Так что поехали. Первое. Зачем вообще нам нужно тематическое моделирование? Допустим, вы хотите собрать много-много разных твитов, сотни тысяч, например, твитов, и понять, о чем эти твиты. Первое, что можно сделать, это, конечно же, все их прочитать. Прямо сто тысяч по порядочку. Очевидно, что здесь есть некоторые проблемы, особенно если вы это занимаетесь единолично. И, скорее всего, вам просто не хватит времени, чтобы все это осознать и понять. Но тут как раз вступает в силу тематическое моделирование, которое можно использовать для того, чтобы получить основные темы или топики, о которых говорится в тексте. Например, в текстах твитов. Вот здесь просто хороший пример и хорошая ссылочка, которая преобразовывает твиты Трампа в такие детские каракули. Это просто очень красиво. Ну, собственно, примеров может быть очень-очень много. Текстовые данные сейчас есть в огромных количествах и везде. Понятное дело, что есть книги, есть какие-то тексты, которые тоже можно анализировать и что-то из них извлекать. Но обычно про книги мы уже знаем, о чем там все написано, а вот с социальными сетями все не так просто. И поэтому тематическое моделирование для социальных сетей – это как раз очень интересная задача и очень классный способ быстро сжать всю информацию, которая находится в огромном количестве текстов, которые генерируются в соцсетях. То есть это записи на стенках, это сообщения, комментарии, реакции и так далее, и так далее. Взять это все, сжать и проинтерпретировать получившиеся тематики. Например, о чем говорят в тех или иных пабликах в том же ВК или на Фейсбуке, или еще где-нибудь. И, собственно, это у нас будет сегодня основной пример, который мы будем разбирать. Так что, зачем нужно тематическое моделирование? Первое, мы можем быстро понять, какие темы поднимаются в тексте. Например, это текст про спорт, это текст про финансы, а этот и про спорт, и про финансы одновременно. Такое тоже может быть. Далее мы можем выделять наиболее обсуждаемые топики, например, в комментариях. Допустим, если у вас есть какой-нибудь паблик, вы продаете что-нибудь, или, например, вы компания NVIDIA, которая продает кучу разных товаров, на эти товары постоянно пользователи пишут различные отзывы. И что можно сделать? Можно взять все-все-все эти отзывы, проанализировать их, выделить какие-то топики и понять, что, ага, вот на эту стиральную машину в отзывах в основном говорят о том, что она классная, замечательная, стирает хорошо, а вот на эту говорят, что она ломается, что-нибудь с ней не очень хорошо. Так что можно такие топики будет извлекать, и это быстрее, чем просто прочитывать все комментарии друг за другом. Вы можете лучше узнать свою аудиторию, например, для таргетирования рекламы, то есть как можно монетизировать немножко машинное обучение. Конечно, если вы хорошо понимаете, о чем говорят ваши пользователи, то это первый шаг к тому, чтобы потом гарантированно им подсовывать персонализированные предложения, например. Также можно находить сообщества, которые будут обсуждать примерно одинаковые темы или те темы, которые интересны вам. Допустим, вы продаете свой товар, вам интересно, а в каких сообществах тематика обсуждения совпадает с тематикой обсуждения ваших товаров. Тоже вполне себе возможный сценарий. Ну и теперь, как это делается. Первое, с чего мы начнем, это разберем интуицию всего тематического моделирования. То есть что за этим стоит, как это происходит. Поехали. Здесь и далее парочка иллюстраций, которые взяты вот из этой хорошей статьи замечательного Сергея Николенко. Если вы его не знаете, то рекомендую почитать его книги, особенно про глубокое обучение. Ну вот эта вот статья, она уже достаточно старая, кажется, 16-го или 15-го года, где он как раз очень красивые визуализации придумал для тематического моделирования. Ну, собственно, начнем с чего? Представим, что у нас есть некоторые мешки слов. Допустим, их три штуки. И на этих мешках написаны следующие слова. На первом – культура, на втором – финансы, на третьем – спорт. И теперь мы говорим, что в этих мешках лежат такие слова, которые, скорее всего, относятся к этому слову. Например, в мешке «культура» мы, скорее всего, найдем слова «музей», «театр», ну, что-нибудь еще очень культурное, медицкий. В мешочке с финансами мы, скорее всего, найдем слова, которые связаны с, не знаю, акциями, банками, деньгами и так далее. То есть слова, которые наиболее вероятно встретятся именно в этой теме, в темах финансов. Ну и, наконец, в спорте слова, которые связаны со спортом. Футбол, ротарь, что-нибудь еще. Теперь, как же у нас порождается текст? Ну, понятно, что обычно его пишет какой-то автор и что-то туда закладывает, какую-то идею. Но давайте представим, что у нас есть некоторый случайный процесс. Допустим, мы бросаем кубик, и на этом кубике выпадает число 3. Замечательно. Значит, мы обращаемся к третьему мешочку, в котором было у нас написано слово «спорт». И из этого мешка начинаем генерировать какие-то слова, которые, вероятнее всего, относятся к спорту. Ну и, допустим, у нас там выпали слова «футбол», «забивают», «Криштиан» и так далее. Они там перемешались, перемешались. И у нас получился красивый текст «Криштиану Роналду стал обладателем золотого мяча». То есть мы с вами делаем некоторое предположение, что тот текст, который мы с вами сейчас видим, например, текст статьи о Криштиану Роналду и о том, что он стал обладателем золотого мяча, что этот текст на самом деле был порожден из распределения слов, которые относятся к определенной тематике. То есть, когда мы с вами видим этот текст, мы говорим, что «ага, хорошо, вот мы видим слово «Криштиану», мы знаем, что это слово «Криштиану» с определенной вероятностью встречается в топике спорта. И мы знаем, с какой вероятностью встречается сам топик этого спорта. Потому что вот здесь мы изначально кинули нашу игральную кость, и это как раз вероятность встретить конкретный топик. Соответственно, наша задача в тематическом моделировании по уже имеющемуся тексту, который мы с вами наблюдаем, восстановить вот эти вот исходные вероятности. Восстановить вероятность того, что конкретное слово принадлежит конкретному топику, и восстановить вероятности нахождения конкретных топиков. То есть у нас будет две с вами отдельных вероятностей. Теперь немножко определений, чтобы было все формально и красиво, и грамотно. Первое. Мы будем называть каждый отдельный текст документом. Это общепринятое, в английском то же самое, это будет документ. Обозначаться будет маленькой буковкой «Д». Здесь текст – это не обязательно большой-большой, не знаю, войной мир. Это может быть одно предложение, один комментарий. Это может быть, наоборот, огромная какая-то сущность. Главное, что это законченная, допустим, мысль, которая отделима от всех остальных. Например, это один комментарий или одна статья. Супер. Теперь это текст, документ. Далее мы говорим, что каждый документ может состоять из нескольких тем, которым будем означать «т» маленькое. То есть, допустим, этот текст о том же Криштиану Роналду и о том, что он получил этот несчастный золотой мяч или что-то там. Понятно, что это, скорее всего, связано со темой спорта. Но дальше, например, в этой же статье может обсуждаться, что его зарплата выросла на 10 миллионов евро в час, и это уже, кажется, связано с финансами. А дальше, может, еще и связано с культурой, еще и еще с чем-нибудь. То есть, один и тот же документ может содержать в себе несколько разных тем. Есть, конечно, экстремальные ситуации. Например, в Твиттере очень часто такое может быть, что люди пишут всего лишь одно предложение. Скорее всего, в одном предложении будет одна единственная тема. И есть специальные модели тематического моделирования, которые это учитывают и пытаются таким образом построить все вот эти вот модельки и топики, чтобы один документ соответствовал одному топику. Но в общем случае, когда мы будем работать с текстами, мы предполагаем, что автор мог думать о разных вещах и писать один и тот же документ, подразумевая разные топики. Поэтому у нас будет каждый документ состоит из нескольких тем. Дальше и последнее. Каждая наша тема, каждый наш топик описывается некоторым набором слов в маленькое. Это мы уже с вами посмотрели. Допустим, это тема о спорте, и внутри нее есть слова футбол, забивает, вратарь и так далее. Логично. То есть каждый наш мешочек из слов, наша тема, будет обладать некоторым распределением слов в ней. Хорошо. Теперь поехали все это дальше формализовать. Первое. Матрица слова-документы. Если вы занимались когда-то анализом текста, то, скорее всего, вам такая матричка уже в том или ином виде знакома. Например, если вы знаете, что такое TF-IDF, то это одна из вариаций. Итак, что такое матрица слова-документы? Давайте по порядку. На оси Y у нас с вами будут стоять все возможные слова. Что такое все возможные слова? Вот мы берем все-все-все тексты, все документы, которые у нас есть, смотрим уникальные слова, которые есть во всем этом тексте, во всех документах, и просто их словно в столбик преобразуем и пишем, что окей. Теперь у нас по оси Y, вот здесь вот по строчкам, будут стоять все-все-все наши уникальные слова от A до I или от A до Z. Дальше. Соответственно, на столбцах по оси X у нас будут все документы. Все-все-все тексты, например, статей или все комментарии, которые у нас были, вот они выстроились по столбцам. В результате мы с вами получаем большую-большую матрицу по одной оси. Куча уникальных слов, по другой оси все наши уникальные документы. Ну и что же стоит на пересечении? На пересечении мы будем ставить вероятность встретить конкретное слово в конкретном документе. Откуда мы получим эту вероятность? А мы ее просто посчитаем как частоту встречаемости слов в документах. Например, если у нас вот здесь вот, например, стоит слово «футбол», а это документ о том же Криштиану Роналду, мы можем посчитать, а сколько раз это слово встречалось в этом конкретном документе. И потом просто разделить на число на число общей встречаемости этого слова во всех других документах. И таким образом мы получим ту самую вероятность увидеть слово о футболе в документе о Роналду. То есть вот наша как раз вероятность, которую мы будем оценивать по нашим тренировочным данным. Так, с этим, я думаю, понятно. Поехали дальше. Да, кстати, если есть какие-то вопросы, то пишите сразу, потому что она задержка. Я их сразу не увижу. Пусть будут, я на них отвечать буду. Поехали. Мы хотели бы научиться выделять в каждом нашем документе те самые темы. То есть мы говорим, что каждый документ описывается несколькими темами, а вот какими. Мы хотим это научиться выделять. Изначально мы с вами заложим некоторое конечное число тем. Т большое. То есть мы говорим, что всего в наших всех документах может содержаться не более, чем, например, 50 различных топиков, или 30, или 20. Это гиперпараметр, который нужно будет настраивать. Но это очень важный гиперпараметр. От него у нас будут зависеть результаты тематического моделирования. Но сейчас пока что скажем, что это T большой штук. От T1 по TN. Где-то там топик о футболе, где-то там топик о финансах. Теперь, раз у нас есть T штук наших тем, то значит мы теперь можем записать распределение тем в документе. И напишем это как P маленькая, вот T при условии D. То есть вероятность увидеть конкретный топик в конкретном документе. И будем обозначать это распределение как тета маленькая с индексом T, D. Топик, документ. То есть это как раз наше неизвестное, которое мы будем пытаться оценить. Вероятности увидеть определенные темы в нашем документе. И вторая вероятность, которая нам понадобится, это то самое распределение слов. То есть а с какой вероятностью слово, например, футбол встречается в топике о спорте. Потому что с какой-то вероятностью оно будет встречаться во всех остальных топиках, даже если это топик про, не знаю, генетическую инженерию. Все равно там будет какая-то вероятность, возможно, нулевая, встретить слово футбол. Соответственно, это наше второе распределение, которое мы тоже хотим замоделировать. Обозначать будем буковкой FI и тоже с... Оп, здесь неправильный индекс, прошу прощения. Здесь должно быть V маленькая и T маленькая. Вероятность увидеть слово в топике. Классический пример из как раз Воронцова лекции, которую он как раз писал для RTM модельки, но можно посмотреть. Значит, как это выглядит? Допустим, у нас есть наш текст, который мы с вами как раз видим. Есть некоторое распределение топиков в документах и есть некоторое распределение слов в топиках. То самое это маленькое W при условии T. Например, вот у нас есть топик желтого цвета. И видно, что в нем вероятность встретить слово ДНК 0.023. Вероятность встретить слово геном 0.016. И какая-то вероятность слова встретить нуклеотид. То есть мы с вами уже можем попытаться проинтерпретировать этот топик и сказать, что, скорее всего, он связан с биологией, может быть, даже конкретнее с генной инженерией, допустим. У нас есть с вами второй топик, в котором есть свое распределение слов. Мы точно так же возьмем, например, топ самых часто встречающихся слов. И здесь видно, что самая частая это базис, спектр ортогональный, похожа на линейную алгебру. Хорошо. И, наконец, у вас с вами есть третий топик – распознавание, сходство, паттерн. Не знаю, что это такое. Наверное, какой-то тоже анализ, может быть, даже машинное обучение, раз у нас есть распознавание и паттерн. Итак, у нас с вами теперь есть три топика. И дальше что мы начинаем делать? Мы берем наш текст и смотрим, какие слова в этот текст входили. Итак, слово «разработан». Похоже, не встречается часто ни в одном из этих топиков. Спектрально-аналитический. Ага, это у нас относится ко второму топику. Еще ко второму топику у нас коэффициенты разложения, ортогональные базисы. То есть мы с вами можем сделать вывод о том, что в нашем конкретном документе уже есть некоторая вероятность встретить топик, который розового цвета. Потому что мы нашли те слова, которые наиболее характерны для этого топика. Еще мы нашли с вами пару раз желтенький топик и один раз синенький топик. Таким образом, мы с вами можем теперь для этого документа построить распределение тем, которые в нем присутствуют. Ну и видно, что вот тема розовенькая чаще всего здесь встречается, желтенькая пореже, синенькая совсем реже. Подскажите, здесь вероятности аналогичны весам. Да, совершенно верно. Опять же, почему? Когда мы с вами вот эту вот матрицу в первый раз встроим, конечно, мы не знаем истинной вероятности встретить какое-то слово в каком-то документе. Все, что мы можем сделать, это оценить частоту. То есть это будет, по сути, выборочная оценка нашей вероятности, просто частота. Так что да, здесь вероятности будут аналогичны весам. Совершенно верно. Теперь осталось подытожить, и мы можем перейти уже к математической модельке. Наше слово может встретиться в конкретном документе, если оно пришло из какой-то темы. С темы 1, темы 2, темы N. Оно может прийти из любой совершенно темы. Везде есть какая-то вероятность, потому что вот это вот распределение слов в топиках мы моделируем для каждой темы. И все-все-все слова из всей нашей коллекции будут присутствовать в всех топиках. Просто с разными весами, с разными вероятностями. Теперь, раз это слово может встретиться в документе в различных этих вариантах, и всего у нас есть t большое топиков, тем, значит, у нас с вами есть t возможных вариантов или статистических гипотез возникновения слова в этом конкретном документе. То есть, когда мы с вами видим слово футбол в статье о Роналда, мы знаем, что окей, вот это слово могло прийти из топика о футболе или из топика о финансах или из топика о культуре. Допустим, если у нас всего 3 отдельных топика. Теперь у нас есть 3 этих возможных варианта, 3 гипотезы. Теперь, как можно посчитать полную вероятность встретить это слово в документе? И здесь вопрос в зал, и я, наверное, подожду секунд 10, пока этот вопрос до вас дойдет. Не в плане понимания, а в плане задержки. Попробуйте предположить. Или попробуйте предположить, какая формула нам понадобится. Если у нас мы видим слово в конкретном документе, и мы хотим посчитать его вероятность, что мы действительно увидели это слово в этом документе. Да, совершенно верно. Это формула полной вероятности. Молодцы. Итак, что у нас получается? Мы хотим сейчас посчитать вероятность увидеть конкретное слово в нашем документе. Теперь раскрываем ее. Что получаем? Наше слово может прийти из топика 1, то есть это вероятность увидеть слово конкретное, пришедшее из топика 1. Но при этом этот топик должен присутствовать в нашем документе. Поэтому мы должны обязательно домножить эту вероятность на вероятность того, что топик вообще есть. И дальше мы просто берем и суммируем все эти произведения по всем топикам, которые у нас потенциально могут присутствовать в нашем документе. В результате действительно это просто формула полной вероятности. Мы перебираем все пространство наших гипотез от t1 до tn. Каждый раз считаем, с какой вероятностью слово пришло из определенного топика. Умножаем вероятность наблюдать этот топик и в итоге получаем ту самую нашу полную вероятность. Теперь, если мы возьмем и перепишем эту формулку в наших красивых сокращениях, где уже, к счастью, правильные индексы, то у нас получается следующее. Формула полной вероятности проходим по всем топикам, умножаем φ, маленькая, это вероятность пронаблюдать слово в топике, на θ, маленькая, вероятность пронаблюдать топик в документе. Супер. Ну, собственно, если с этим понятно, то практически готово наше тематическое моделирование, потому что дальше нам остается только посмотреть, а как это выглядит в матричном виде. Потому что мы с вами начали с матрицы слова-документы, и сейчас посмотрим, как дальше с ней работать. Ну, давайте. Сверху у нас теперь есть эта формула полной вероятности, а внизу у нас есть, в принципе, она же, только в матричной форме. Итак, слева у нас та самая матрица слова-документы, где на пересечении стоит вероятность пронаблюдать слово в документе. Что мы делаем дальше? Мы берем и раскладываем эту матрицу на произведение двух других матриц. Первая матрица – это матрица распределения слов в топиках. То есть, если у нас есть, например, слово какой-нибудь футбол, что это футбол-то, и у нас есть вот эти вот топики, которые теперь на столбцах. Топик 1, топик 2, топик n. Что мы делаем дальше? Мы берем, и вот здесь вот будем оценивать вероятности пронаблюдать это слово в каждом из наших T-большое топиков. Это наша первая матрица, φ-большое. Вторая матрица – это распределение топиков в документах. Здесь у нас с вами топики стоят по оси Y, то есть по строкам, и точно так же по столбцам, как и в исходной матрице, стоят наши уникальные документы. Эта матрица моделирует с какой вероятностью мы пронаблюдаем каждый из наших топиков в конкретном документе. То есть на столбце у нас будет как раз это распределение тем в нашем текущем тексте. Например, в тексте статьи. В результате, если мы перемножим одну матрицу на другую, очевидно, что размерность T у нас сократится, и мы получим исходную красивую матрицу размерностью W на D слова на документы. Поэтому вся задача нашего тематического моделирования будет, по сути, сводиться к задаче матричного разложения. И мы будем пытаться таким образом сделать это разложение, чтобы произведение двух матриц, где у нас уже появляются топики, как можно ближе приближало исходную матрицу, то есть восстанавливало ее. Так что здесь у нас уже есть еще и критерии качества нашего тематического моделирования. Насколько хорошо вот это произведение матриц приближает исходную матрицу. Так, с этим, надеюсь, тоже понятно и можем идти дальше. Итак, мы теперь хотим оценить некоторые неизвестные вероятности в наших матрицах. И, понятное дело, что чем лучше мы их оценим, тем лучше мы будем приближать исходную матрицу, тем точнее, значит, будут наши топики. Лучше будет распределение слов в топиках, лучше будет распределение топиков в документах. Значит, у нас с вами классическая задача матричного разложения. У нее есть огромное количество методов решения, есть даже аналитические, хотя, конечно, они здесь не используются, методоградиентного спуска и так далее, и так далее, максимизация правдоподобия. Это все замечательно, но это все под капотом. Но найденное решение не будет единственным. И кто знает, почему. Есть новый вопрос в студию. А я немножко жду. то есть, когда мы с вами получим вот эти две красивых матрицы, на самом деле то решение, которое мы получим, оно будет у нас не единственно возможным. Могут быть еще решения. Есть те, кто помнит матричное разложение? Потому что решений может быть много. Да, это хороший ответ, так как T может быть любым. При условии фиксированного T, конечно. Байос. До байоса пока еще не дойдем. На самом деле потому, что сама задача матричного разложения действительно имеет много решений, как правильно Сергей отметил. То есть, допустим, мы с вами каким-нибудь способом получили наше матричное разложение, и получили матрицу FI большую, T большую. То есть, то, что нам нужно было. Теперь делаем страшные математические финт ушами, умножаем матрицу FI справа на S, некоторое большое, а матрицу T на обратную S только слева. Очевидно, что это аналогично плюс-минус один, что математики очень любят делать. Если мы умножим скобочки, обратно сделаем к S и S минус первая, они просто перемножатся, и мы получим второе. А значит, мы с вами получили второй вариант нашего решения, потому что теперь с этими сгруппированными скобками мы можем получить некоторую FI первую и T первую. То есть, наша задача матричного разложения действительно не имеет единственного решения в сыром своем виде. То есть, мы просто берем и раскладываем нашу матрицу слова-документы на две других. Там может быть все, что угодно. Почему это не есть хорошо? Во-первых, всегда нехорошо, когда решений много, и зависят они от какой-то случайности. Во-вторых, мы с вами не сможем тогда надежно проинтерпретировать топики. Опять же, каждый раз они могут быть разными, они ненадежные, неустойчивые, а это значит, что хорошей интерпретации такого решения у нас сделать не получится. И, кстати, как раз BigRTM тоже с этой проблемой и борется. Ну и поэтому, что мы можем сделать, это, конечно же, ввести какие-то дополнительные ограничения на нашу имеющуюся задачу. А это машинное обучение регуляризация. То есть, мы сейчас возьмем и просто введем дополнительные ограничения на нашу задачу. И эти ограничения как раз и позволят найти какой-то оптимум, который будет удовлетворять и исходные задачи матричного разложения, и новые появившиеся задачи регуляризации. В результате такое решение уже будет единственным, и, скорее всего, если мы хорошо подобрали регуляризацию, будет еще и качественным. Так что в тематическом моделировании первое, мы раскладываем матрицы, второе, мы используем при этом ограничения, регуляризацию. В результате получаем хорошие топики. Это у нас была, значит, такая интуиция и немножко математики. Теперь самая популярная модель, которая занимается тематическим моделированием, это латентное размещение дирихле. Почему она называется латентное размещение дирихле, потому что она использует как раз регуляризацию дирихле. Что это такое? Мы с вами возьмем и наложим ограничения на распределение топиков в документах и распределение слов в топиках. И это ограничение у нас будет то, что мы предположим, что и слова в топиках, и топики в документах распределены по закону дирихле, по распределению в Dirichlet. Что нам это дает? Во-первых, мы с вами теперь можем оценить параметры этого распределения дополнительно, чтобы улучшать наши топики. А во-вторых, мы как раз имеем ту самую регуляризацию. Мы теперь не просто так случайным образом кидаем все эти топики и слова. Мы говорим, что когда мы моделируем, мы хотим, чтобы они соответствовали распределению в Dirichlet. И таким образом мы получаем как раз ту самую регуляризацию и единственное решение. Придумали эту штуку еще в 2003 году. Кстати, одним из авторов был небезызвестный Эндрю Уин, который и Курсеру основал, и много всего хорошего сделал. И несмотря на то, что моделька очень и очень старая, ей уже 17 лет, она все равно остается по-прежнему очень и очень популярной. Почему? Потому что она предельно простая, то есть ничего особо сложного здесь нет. Мы просто добавляем некоторые ограничения, которые вполне себе логичны, и получаем хорошие результаты. Во-вторых, она хорошо написана. То есть и в Эскалерде есть хорошая реализация, и в других пакетах. Сегодня разберем Gensim, например. И это тоже делает ее очень доступной, очень популярной и интерпретированной. Ну и, наконец, она действительно дает очень классные результаты. То есть это как, не знаю, логистическая регрессия, которая суперстарая, и давно уже все заменит Deep Learning, но, тем не менее, ее по-прежнему используют, потому что простая, надежная и интерпретируемая. Вот примерно то же самое происходит с LDA. Она хорошо работает и прекрасно интерпретируется. Насчет, опять же, BigRTM-а Бронцова. Примерно та же самая история. Почему это RTM? Потому что это аддитивная регуляризация для тематического моделирования. Additive Regularization Topic Modeling. И смысл BigRTM просто в том, что мы добавляем не одну регуляризацию, а несколько. И, например, можем отдельно наказывать конкретные компоненты нашей модели. Но об этом сегодня не будем говорить. Если кому интересно, можете посмотреть. Собственно, да, моделька называется латентное размещение в Дерихле, потому что она использует эту регуляризацию Дерихле. И в Python есть сразу несколько ее реализаций. Сегодня посмотрим на очень классную реализацию библиотеки GenSim. Но для тех, кому привычнее Escaler, есть версия и в Escaler, которая лежит в модуле Decomposition. Собственно, сразу небольшой спойлер. Код, который написан при помощи библиотеки GenSim, он не то чтобы хорошо читается. Он не очень интуитивно понятный. Почему так произошло? Потому что его делали в 2008 году. То есть Escaler тогда еще пешком под стол ходил. Они в 2007, по-моему, году начали писаться. И еще вот эти методы FitPredict, FitTransform и прочие не устоялись. Из-за этого GenSim, он немножко особенный. И те методы работы с данными, которые написаны в GenSim, они сильно отличаются от того, к чему мы привыкли в Escaler. Особенно, если мы привыкли к Escaler. Так что будет немножко неприятно, но, тем не менее, работает она очень хорошо, настраивается очень тонко. И GenSim реализация, она действительно очень-очень приятная и удобная, если к ней привыкнуть. Так что рекомендую, если хотите заниматься тематическим моделированием. Теперь переходим, собственно, к примеру. Давайте уже на практику посмотрим. Тематическое моделирование ВК. Немножко предыстории. Это проект, который я делал вместе со своим замечательным товарищем Филиппом Ульянкиным, который работает Data Scientist в Яндекс.Дзене. И он еще преподает в Высшей школе экономики. Собственно, мы решили выяснить, FastText или GenSim, что лучше. Честно говоря, FastText не пробовал, не трогал, так что не знаю. Я вот могу GenSim и Escaler сравнить, про FastText не скажу. Но подозреваю, что FastText действительно использует какую-нибудь хорошую и быструю штуку для ускорения, собственно, вычислений. Может быть, он действительно работает круче, чем GenSim. Не берусь говорить. Итак, наша цель была выяснить, различаются ли тематики для общения у слушателей или у подписчиков разных жанров. То есть, если вы, например, в ВКонтакте подписаны на паблике с условно-русским рэпом, будете ли вы в комментариях писать что-то, что будет отличать вас под этим топиком обсуждений? Вот, например, подписчиков замечательного шансона или классики, или еще чего-нибудь. То есть, такая благородная цель. Ну и второе. Хотелось посмотреть, а можно ли с этими выделенными топиками сделать что-то еще. То есть, не просто посмотреть на получившиеся тематики, а какую-нибудь еще интересную штуку запилить. Ну, собственно, зачем? Первое, конечно, потому что это очень-очень круто и интересно. И вообще, такие трэшовые проекты – это всегда хороший способ чему-нибудь научиться и прикольный результат получить. В принципе, если говорить серьезно о бизнес-потенциале решения, то первое, вы можете исследовать аудиторию ваших подписчиков. То есть, то, о чем я уже говорил. Если вы хорошо проанализируете комментарии, которые пишут в вашей группе, то считайте, вы уже знаете, о чем они говорят. Дальше. Можно искать похожие по тематикам обсуждения сообщества. Тоже посмотрим, как это делается. Но, по большому счету, например, в том же ВК, вы можете совершенно спокойно найти такие паблики, которые похожи на ваш просто по тому, что люди пишут. И это тоже очень круто. Далее. Таргетирование рекламы. Конечно, самое плохое и самое страшное, но тем не менее. Если вы знаете, о чем люди говорят, вы знаете, что им нужно продать. И проведение социологических исследований. Это если немножко благородные штуки использовать, не знаю, электорат, смотреть какую-нибудь поддержку кандидатов в президенты или еще что-нибудь. Пожалуйста, это тоже можно делать. И, кстати, очень популярная штука перед каждыми президентскими выборами в США – запиливать всякое тематическое моделирование на твитах кандидатов. И потом сравнивать, кто о чем говорит, у кого какие топики, и делать это прямо в реал тайме. Это у них такое развлечение социологическое. Теперь пару слов о подходе. Как собирать данные, что мы вообще делали и как это все мы получили. Первое, что нужно было сделать – это, конечно же, найти жанры, то есть музыкальные жанры. Небезызвестный сайт предоставляет такую возможность, в которой можно буквально найти топ-жанры, охватывающие большую часть всей-все-все музыки. И мы просто выбрали самые такие репрезентативные, вроде поп-музыка, танцевальная, рок, джаз, еще что-нибудь. И, конечно же, шансон. Далее, по отобранным нами жанрам нужно было найти самых видных исполнителей и представителей каждого из жанров. Опять же, заходим, например, в шансон, и видим, что уважаемые люди Михаил Круг, Сергей Трофимов и вот эти два уважаемых человека – одни из самых популярных представителей у этого наклетного жанра. Теперь мы так сделали по всем жанрам, нашли кучу разных представителей и остаются последние. Для каждого исполнителя нужно найти соответствующую группу в ВК. Все это, к сожалению, не автоматизировано, это все ручной труд был, но что поделать. Берем каждого исполнителя, ищем ВК, и единственные два критерия, которые у нас были – первая – открытая группа, чтобы там люди могли писать и чтобы мы могли забирать оттуда данные, и второе – чтобы там было хотя бы немножко адекватное число подписчиков. Но, как выяснилось, большая часть тех исполнителей, которые мы отобрали, действительно были популярными, и в ВК у них было по полтора, по два миллиона подписчиков, то есть достаточно оживленная группа. Ну и, соответственно, остается только скачать все комментарии из всех групп, по всем исполнителям, по всем жанрам. Если интересно, можно посмотреть здесь ссылочку на код, собственно, с парсером, как-то все работало, и там же есть очень хороший туториал о том, как работать с API в ВК, если вам интересно тоже собирать данные в большом таком масштабе. Там всякие трюки и хаки, как можно заставить ВКонтакте отдавать вам побольше данных. Так что ссылочка на код с парсером здесь есть. Теперь, что мы собрали? 11 жанров. Для этих жанров 134 уникальных исполнителя, и для этих исполнителей 10 миллионов комментариев. То есть у нас достаточно большой был датасет для всяких разных веселых исследований. Что теперь нужно сделать? Поехали в предобработку. Примерно вот так вот выглядел наш датасет, когда мы его только скачали. Какие-то мета-данные, типа айдишка, комментария, дата, когда он был опубликован. Самое важное для нас – это текст. В данном случае грязный текст, то есть сырой, необработанный. Шикарный подарок, песня замечательная, спасибо, и так далее, и так далее. То есть текст, который был оставлен. Можно кинуть ссылку в чат. Давайте кину, конечно. Так, сейчас я ее только открою, скопирую, вставляю. Вот здесь прям такой хороший простенький дотариальчик по полной процедуре, как регистрироваться, как создавать свой профиль и потом, собственно, качать. Возвращаемся сюда. Дальше, что мы еще собрали? Эмоджи. Но это мы, правда, не использовали лайки, сколько ставили, ссылка. И вот тоже самое главное – музыкальный жанр. В данном случае это эстрада, эстрада, эстрада. И исполнитель. Лепс, лепс, лепс. То есть лепс описали, что вот самый лучший подарок – закончить год по песне лепса. Далее. Предобработка. Как вообще работать с грязными текстовыми данными, чтобы преобразовать их во что-то более адекватное? Первое, что нужно сделать – это привести слова к начальной форме. В нашем случае это лимматизация. Есть два возможных подхода к приведению слов к какой-то начальной форме. Первый – это стейминг. Второй – лимматизация. Стейминг – это такой грубый подход, который просто по некоторому набору правил обрезает наше слово. Допустим, слово предобработки. После стейминга, скорее всего, мы подбросили сначала окончание, потом суффикс, потом приставку. И осталось бы какое-нибудь слово «обработа». То есть, да, это все еще слово, которое мы можем… Так, для успешного прохождения курса нужен какой-либо опыт ВМН. Сейчас отвечу. Вот стейминг, он режет слова, он очень быстрый, он очень эффективный, все классно. Но единственное, в случае со сложными языками, а русский – это очень сложный язык, мы получаем не вполне, не всегда интерпретируемые слова. И поэтому стейминг обычно применяется для более простых языков, например, для английского. И там есть, например, стейминг Портера, который потрясающе работает с 87-го года и до сих пор отлично себя чувствует. А для русского языка будем использовать лимматизацию. Лимматизация – это чуть более сложная штука для обработки слова. Она ищет конкретную начальную форму, прямо вот словарную. Для любого слова она знает, какая у этого слова начальная форма по словарю, по морфологическому анализу, бла-бла-бла, находит эту начальную форму и возвращает ее нам. То есть понятно, что эта операция чуть более вычислительно затратная, но для сложных языков это скорее необходимость. Так что если вы занимаетесь обработкой русского языка или финского, или венгерского, то во всех них лучше делать лимматизацию. Так, вопрос. Для успешного прохождения курса нужен какой-либо опыт в ML? Нет, не нужен опыт в ML, потому что мы как раз начинаем с азов, буквально с линейной регрессии, с самого начала, объясняем вообще все-все-все концепции и потом постепенно выходим на классные уровни, на продвинутые методы. Единственный опыт, который приветствуется, это, конечно же, Python, потому что основу Python мы не объясняем, но, по большому счету, достаточно пройти несколько курсов на каком-нибудь Codecademy, степике, Coursera и так далее, чтобы уже комфортно себя чувствовать в Python. Как кто-то замечательно сказал, если вы знаете английский язык, вы знаете Python. НЛТК Russian стандартный, подходит? Да, можно использовать в том числе и его, потому что в НЛТК зашито куча всего. И, кажется, там есть тоже что-то для лимитизации. Имею в виду НЛТК Stem Russian по опыту работает. Для Stemmer, ну, он работает, да, и стеммингом тоже можно заниматься. Другое дело, что не всегда получится что-то хорошее, не всегда получатся адекватные слова. То есть если нужно быстрое решение, Stemmer, вот прям замечательно. А если хочется решения, которые прям вот супер-пупер точные, то лучше лимитизация. Сколько преподавателей будет и сколько лекций ведете вы? Так, преподавателей будет раз, два, три, четыре, пять. Кажется, кажется, пять. Сколько лекций веду я? Много, но не все. В основном я буду вести лекции, которые связаны с такой практикой, с какой-то прикольной теорией. В общем, много чего я, да, в общем, буду вести. Сколько точно сказать не могу. Так, продолжаем нашу предобработку. Сделали лимитизацию. Идем дальше. Токенизируем предложение. Что такое токенизация? Это как раз получение того самого мешка слов. Почему вообще мешок слов? Мы с вами предполагаем, что порядок слов в предложении не важен. Не важен порядок слов в предложении, в предложении слов в порядок не важен. То есть, действительно, если мы переставляем слова в предложении каким угодно порядком, то в русском языке, который особенно не чувствителен к разной инверсии, все смысл сохраняется. И это круто. В английском языке или в немецком языке, который очень четкий и очень любит порядок слов, это, конечно, не совсем так. Но мы все-таки надеемся, что слово само по себе несет достаточно семантической информации, чтобы отражать конкретно, о чем говорилось в их предложении. Поэтому для упрощения жизни всем нам мы используем эту гипотезу мешка слов. То есть, мы предполагаем, что когда мы возьмем наши тексты и просто посчитаем, какие там слова куда входили, этого уже будет достаточно, чтобы описать, о чем был текст. Очень важная гипотеза. И, соответственно, второй наш пункт, после того, как мы привели все слова к начальной форме, это взять и разбить их на отдельные токены, на отдельные слова. Далее нужно убрать слишком короткие комментарии, которые не несут в себе никакого смысла. В ВК это особенно актуально, потому что там комментария, может быть, смайлик, реакция, какое-нибудь одно слово. То есть, что-то, что уже не несет в себе какого-то топика, какой-то тему. Поэтому нужно обязательно это почистить, чтобы не было мусора. Далее мы добавляем биграммы. Биграммы непосредственно связаны с мешком слов. Несмотря на то, что это такая классная гипотеза, которая говорит, да, неважно, что там мешай, как хочешь, все равно смысл сохранится. Это не всегда так. Особенно частица не мешается в русском языке, потому что ненесущие смыслы – это совсем не то же самое, что несущие несмысла, или если вообще частица не уберется. Поэтому, когда мы хотим сохранить какую-то особенную информацию в порядке слов, мы можем использовать такой вот хак, как добавление биграмм. Что сделает биграммы? Допустим, посмотрим на предыдущее предложение. Убрать слишком короткие комментарии, ненесущие смыслы. Если мы просто разобьем его на токены, то есть на отдельные слова, у нас получится раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь отдельных токенов. Если мы теперь добавим биграммы, то мы с вами последовательно добавим все словосочетания. Убрать слишком. Первая биграмма, мы ее буквально склеим, нижним подчеркиваем. Вторая биграмма – слишком короткие. Третья биграмма – короткие комментарии. Четвертая – комментарии не. Пятая – ненесущие. И шестая – несущие смыслы. То есть к семи изначальным токенам мы с вами добавили еще семь минус один – шесть токенов. Конечно, это раздувает наше пространство признаков, слова уникальные в данном случае в наши признаки, в два раза практически, но зато мы с вами сохраняем ту самую интересную информацию, которая содержится вот в этом сочетании, ненесущие. А все остальное, возможно, будет неважно, мы вообще выкинем. Так что добавление биграмм – это один из способов бороться с мешком слов, который придет на порядок. И, наконец, последний, кажется, этап предобработки – это мы должны очистить, эксплитировать слишком частые или слишком редкие слова и словосочетания, биграмма в нашем случае. Зачем мы это делаем? На самом деле, если работать с большими корпусами текстов, большими корпусами документов, то уникальных слов там будет очень и очень много. Особенно, если есть какие-то опечатки, собственные слова, что-то очень уникальное. Их может быть сотни и сотни тысяч. Каждое такое уникальное слово – это, по сути, дополнительный столбец в нашей матрице слова-документы. Дополнительная строка, в нашем случае. Это не очень хорошо, потому что, скорее всего, это слово будет настолько редким, что никакой особой информации оно нам не привнесет. И мы его можем совершенно спокойно выкинуть. Можно считать это слово как аномалия в наших данных, которую мы в любом случае должны очистить перед дальнейшей работой. И обратная ситуация, если эти слова слишком частые. Понятно, что есть так называемые стоп-слова, то есть те, которые мы изначально фильтруем из нашего текста. Это, например, все предлоги, все частицы, союзы и так далее. То есть весь вспомогательный мусор, который просто склеивает слова друг с другом. Но есть и просто слова, которые, например, характерны для данного корпуса. Допустим, если мы с вами скачаем даже, не знаю, какие-нибудь все-все-все новостные статьи, то, скорее всего, слово «новость» там будет не очень-то информативным, потому что слово «новость», наверное, встречается слишком часто. Можно такие слова считать как константный признак. Тот, который присутствует во всех абсолютно документах, во всех наблюдениях, и нам тоже имеет смысл его очистить. То есть здесь прямые абсолютно параллели со стандартной работой с данными. Мы смотрим, что слишком часто, слишком редко, какие признаки константные, какие аномальные, и их выкидываем. А биграммы с пропуском, с окном «skip» — это полезно? Это полезно, если вы хотите не сильно раздувать ваше пространство как раз признаков, но при этом все еще хотите получить хоть какое-то число биграмм. Так что, да, конечно, это один из способов не раздувать ваше признаковое пространство в два, например, раз, а только в полтора. Но понятно, что в этом случае у вас есть некоторый риск потерять биграммы вроде вот ненесущие. То есть «skip» — он что делает? Мы просто будем брать вот эти биграммы с каким-то шагом. Например, если «skip» — правильный единички, то мы возьмем биграмму «убрать слишком», а вот слишком короткий уже не возьмем. Следующий биграмм будет только короткие комментарии. То есть наш «skip» — он будет вот так вот через одно биграмму скакать. Так что, да, это один из способов уменьшить ваше признаковое пространство, все еще используя всю мощь биграмм. Итак, теперь поехали немножко в код. Опять же, как уже говорил, не могу здесь показывать код, который прям живой и работает все дела. Поэтому вот так вот в презентажке. Ну, собственно, что первое делаем? Очищаем от всякого мусора, от пунктуации. Можно воспользоваться библиотекой «Re», например, которая отвечает за регулярные выражения. Те, кто знает регулярные выражения, я с вами восхищаюсь, я их вообще не знаю, и очень сложно их запомнить. Я просто гуглю каждый паттерн для задачки, которая мне нужна. Вот и честно в этом признаюсь. Что делают регулярные выражения? По сути, мы с вами можем текст представить как некоторый набор символов, некоторый набор слов, токенов и так далее, по которым мы можем искать определенные паттерны. И, собственно, регулярные выражения – это способ искать определенные паттерны в вашем тексте. В данном случае вот этот вот замечательный паттерн, который здесь красиво написан, он ищет только слова. То есть он выкинет абсолютно все, что не является словом, а это кавычки, точки, запятые, тире и прочая ненужная пунктуация. Соответственно, первое, что мы делаем, берем наш грязный текст и просто удаляем всю пунктуацию, которая там есть. И плюс еще приводим все к нижнему регистру, но этот шаг я сюда не написал. Но это тоже важно. Итак, что у нас было? Шикарный подарок, песня замечательная, куча восклицательных знаков. Что мы в результате после очистки от пунктуации и приведения к нижнему регистру получили? Шикарный уже с маленькой буковки. Подарок, запятой больше никакой нету. Песня замечательная, спасибо. Триго. Соответственно, таким образом, мы уже первый шаг работы с грязными данными закончили. Далее. Лимитизируем и токенизируем. У Яндекса есть замечательная библиотека, PyMyStamp 3. Работает капец как медленно, но зато лимитизирует слова из русского языка. И это очень хорошо, очень полезно, потому что как раз русский язык сложный. Мы не хотим просто так по правилам обрезать что-то, хотя NLTK с этим, в принципе, справляется неплохо. Мы хотим получить нормальную словарную, которая есть у этого слова. Так что, что мы делаем? Берем, импортируем из PyMyStamp 3. MyStamp, и несмотря на название MyStamp, в котором есть слово STEM, это модуль для лимитизации текста, потому что у него есть функция lemmatize. Это то, что мы будем использовать для всего нашего текста. В результате, как только мы его применим, еще посчитаем за одну длину комментариев, мы с вами получим вот такую красоту. Итак, у нас был изначально текст, шикарный подарок, песня, замечательное спасибо. А в результате мы получили уже предобработанный лимитизированный текст. Шикарный подарок, песня, замечательный, где-то там спасибо и так далее. И это уже не просто текст, который склеенный, а это именно Back of Words, наш мешок слов, в котором есть лист, и внутри листа все наши слова уже по отдельности, как токены. И вот длина комментариев 8. Теперь, опять же, как уже говорил, kensyn написан давно, не похож на escalern, поэтому если вы привыкли к тому, что можно импортировать каунт векторайзер или tf-idf векторайзер, и он сделает вам матрицы за вас, здесь так не сработает, нужно возиться с собственными модулями, которые писались для этой конкретно модели. Это не очень комфортно, не очень приятно, но необходимо, если вы хотите работать именно с этой моделькой. Может быть, когда-нибудь они сделают все-таки нормальные порты и для escalern, пока что не видел. Но вот xgboost, который популярнее, он, например, сделал очень хорошую поддержку escalern, и теперь уже не надо возиться с этими db-матрикс и прочими форматами, нужно просто в escalern пользоваться xgboost. Итак, биграммы. Берем наш kensium, из него импортируем два слова – corpora и models, которые нам нужны как раз для работы с текстами. Первое – мы должны создать некоторый объект, который будет генерировать нам биграммы. Эта задача входит в NLP и работу лингвиста-разработчика. Задача тематического моделирования, да, конечно же, она входит в NLP, Natural Language Processing – обработка естественного языка. В работу лингвиста-разработчика – не знаю, не работал лингвистом-разработчиком, но, возможно, в той или иной степени может встретиться. Вот в любом случае предобработка текста гарантированно будет у лингвиста-разработчика тематическое моделирование, наверное, если повезет и если захочется. Но так не могу сказать, лингвистов знакомых у меня нет. Итак, биграммы. Импортируем models. В models есть модуль phrases. В модуль phrases мы как раз можем передать наш текст, сказать какие-то параметры, и вот эта штука нам сделает биграммы. То есть для каждого документа из нашего bag of words он возьмет, склеит вот эти попарные слова-в-словосочетания и получит нам биграммы. Что здесь за параметры? Самые главные — это mincount и threshold. Mincount — это штука, которая обрезает нам слишком редкие токены. То есть мы прямо изначально говорим, что если наши... Точнее, и токены, и биграммы. Если наши биграммы, если наши токены встречаются реже, чем в три раза во всей нашей коллекции, мы их не будем учитывать. Мы просто выкинем. То есть наша очистка будет дополнительная по частоте. Threshold, он отвечает только за отдельные токены. Если наш токен встречается реже, чем пять раз во всем тексте, то мы его тоже выкинем. И не будем даже пытаться из него лепить биграммы, потому что он слишком редкий. Для чего это нужно? Опять же, мы не хотим очень сильно раздувать наше признаковое пространство, потому что и так тут разреженные матрицы, которые миллионной размерности, а мы еще и биграммы наворачиваем. Поэтому это все дополнительные параметры, которые, в принципе, по здравому смыслу уже можно выставлять. Действительно, если у нас там 10 миллионов комментариев, а слово встретилось только три раза, ну, наверное, особой информации мы из него не извлечем в любом случае. Так что выкидываем спокойно. Дальше. Это мы с вами только сделали объект первый, который говорит, что ага, делай нам, пожалуйста, биграммы. Теперь мы должны его обернуть в новый объект, который лежит вот здесь. Здесь вот models.phrases.phraser. Потрясающий нейминг, но, сорян, 2008 год, Gensin. И в него уже мы передаем наш объект, который будет как раз генерировать биграммы. В результате мы получаем функцию, в которую можем передавать уже текст, и она будет совершенно спокойно генерировать нам биграммы. Последнее, что осталось сделать, это написать просто какую-нибудь функцию, которая будет нам генерировать по всему тексту все-все-все-все биграммы. То есть внутри просто риск apprehension, в котором мы в каждую, в эту функцию передаем документ по всем документам из нашего текста. И в результате получаем наш хорошенький и замечательный предобработанный текст. Последнее, что остается сделать, взять наш dog of words из наших данных и преобразовать его при помощи этой функции в финальный текст. Теперь вот здесь вот у нас уже будут лежать не только токены, но и биграммы, причем отфильтрованные по частоте. Так что немножко предобработки мы еще навернули. Наконец, можем составить словарь. Словарь – это еще один очень важный и особенный тип данных для GetSIM. Что он у нас делает? Он берет и составляет большой-большой словарь, как из названия следует, из всех терминов, которые у нас входит в весь наш предобработанный текст. То есть буквально берет и смотрит, а сколько раз в этот текст входило слово, не знаю, футбол, а сколько раз другое слово, и так далее, и так далее. И составляет этот огромный-огромный словарь по всем нашим уникальным словам и документам. Точно так же можем навернуть дополнительно фильтрацию, убрать слишком редкие, слишком частые слова, которые случаются слишком редко или слишком часто в документах. В данном случае мы дополнительно убираем все, что встречается реже, чем три раза, и все, что встречается чаще, чем в 40% документов. Это все, опять же, гиперпараметры. Возможно, стоит понастраивать эти параметры, посмотреть, что будет лучше для интерпретации в финальных топиках. Но мы долго-долго подбирали, вот такие у нас получились оптимальные параметры. И, наконец, все, что нам остается сделать, это при помощи этого словаря преобразовать наши тексты в финальный корпус. В этом корпусе уже вместо, собственно, слов будут находиться только чиселки, потому что dictionary.doc2.bou преобразовывает все наши тексты, Pegahorts с бигграунами, в индексы. Просто какие-нибудь от нуля до числа уникальных слов, с которыми уже дальше и будем работать. Теперь, да, и не забываем сохранить, потому что все эти операции достаточно длительные, долгие, особенно фильтрации. Поэтому если у вас большой объем текста, если все это долго работает, имеет смысл в каком-нибудь бинарном формате, например, pickle, сохранить получившийся корпус, потому что его мы будем потом переиспользовать. Теперь, вот эти вот все-все-все шаги нужны были исключительно для того, чтобы получить удобную для Gensim матрицу слова-документы. В нашем случае это даже не матрица, это некоторый корпус, то есть, по сути, это лист из всех наших документов, преобразованных в Bag of Words, с бигграунами, с фильтрацией. То есть просто мы вместо матрицы большой-большой лист будем передавать в модельку, а дальше она уже будет с ним работать, как с матричным разложением. Не очень удобно, не очень интуитивно понятно, очень стремные названия всех этих функций, но, тем не менее, очень классная моделька, поэтому все еще имеет смысл ей пользоваться. В Ascalerny тоже есть эта реализация, она гораздо проще, можно пользоваться всеми предобработками, которые есть в Ascalerny, тот же TF-IDF векторайзер, и прекрасно будет себя чувствовать, но тогда уже не получится поработать с Gensim, а это хорошая штука. Наконец, построение модели. Это все была предобработка с очисткой и так далее. Строим модельку. Импортируем, опять же, из Gensim models и объявляем нашу модель. Models.lda.model.lda.model, потому что почему бы и нет. Внутрь модели передаем тот самый наш корпус, то есть наши предобработанные. А Gensim не планирует переписать. Да кто его знает? Вот недавно они в прошлом году, что ли, только удосужились зарелизить параллельную версию для, собственно, LDA, которая разложение матовичное параллелит на несколько потоков, и это хоть чуть-чуть, но быстрее работает. Потому что вот эта реализация на больших данных, ну, как больших, 10 миллионов комментариев, работает 3 часа. Это достаточно долго, и особенно сложно, если вы настраиваете гиперпараметры. Вот они в прошлом году, по-моему, добавили эту параллельную версию. Не помню, мультикор LDA или что-то такое. Переписывать прям полностью это, скорее всего, нет. Никто не будет, потому что слишком устоявшиеся комьюнити, NLP-шные, слишком устоявшиеся методы и модельки, скорее всего, нет. Я скорее думаю, что будет развиваться у Escaler на вариант с LDA, будут его улучшать и наобстраивать. Итак, параметры модельки, да. Передаем на вход весь наш корпус, передаем на вход наш словарик. Зачем передаем? Потому что здесь есть ID to Word. Как я уже сказал, в корпусе у нас содержатся только ID-шники всех наших токенов и биграм, а словарь у нас держит информацию о том, какой индекс какому слову или токену соответствует. Так как мы хотим в результате получить все-таки не чиселки, а слова, передаем еще вот этот параметр. Далее. Самый важный гиперпараметр – число топиков. Вообще, настройка этих параметров по идее это численная оптимизация, можно смотреть на всякие метрики, оптимизироваться, бла-бла-бла. Но когда у вас моделька строится 3 часа, это дело достаточно сложно. Поэтому мы просто подошли к человеческим ресерчам, к этой проблеме, построили модель для 20 топиков, для 30, для 50 и так далее, посмотрели, как можно проинтерпретировать получившиеся топики и решили, что окей, 30 похоже достаточно. Это, конечно, не самый оптимальный подход к нахождению топиков, но тем не менее он рабочий, когда у вас модель учится слишком долго и нет возможности действительно итерировать и смотреть на разное число топиков и на метрики. Так что, когда вы используете просто интерпретацию, к сожалению, не очень это эффективно получается. Но в итоге получили, что число топиков вроде как 30. В принципе, выбирать это число не так-то уж и сложно. Если вы в результате по конкретному топику видите, что там слова входят, например, из финансов и из спорта, из культуры, все-все-все одновременно, все в кучу, то, скорее всего, взяли просто слишком мало топиков и модели было недостаточно места для маневров, чтобы эти топики хорошо разделить. Она просто спихнула все в одну кучу, в один топик. В этом случае стоит увеличить число топиков. Обратная ситуация, когда у вас, наоборот, куча разных топиков, не знаю, там 100 штук, и видно, что большая часть из них похожи друг на друга. Топик 1, топик 2, топик 3, все прямо одинаковые, об одном и том же говорят. Скорее всего, у вас слишком много, наоборот, топиков, они не получились сильно нескоррелированными, сильно разными, и в этом случае стоит уменьшить вот это вот число и попытаться их сжать. Итак, это число топиков, и последний гиперпараметр — это число проходов. Число проходов — это, по сути, а-ля число эпох для нейронной сети, сколько раз мы будем проходить с нашей оптимизацией для разложения матриц, считать метрики качества и, собственно, обновлять значения вероятностей, оцененные в наших матрицах φ большое и θ большое. Соответственно, чем больше этих проходов, тем, понятно, выше шансы переобучиться, но есть возможность найти более качественное решение. Опять же, каждый проход — это много-много времени, если у вас большие данные, поэтому мы здесь не очень большим числом проходов ограничивались. И, конечно же, тоже модель обязательно нужно сохранить, потому что учится долго и хочется, чтобы это потом все добро не потерялось. Так что сохраняем модельку. Наконец, можем для каждого нашего топика взять наиболее вероятные слова. То есть наша финальная цель сейчас была сделать вот это вот маточное разложение и получить для каждого топика нашего оцененного топ слов по вероятности как раз для интерпретации этого топика. В данном случае мы используем, например, 100 слов, сотни достаточно, и в результате мы их тоже можем сохранить. Это тоже полезно. Все-все-все посохраняли. И еще одна важная вещь, о которой мы узнали, когда у нас все навернулось, и пришлось ждать еще 6 часов. Почему-то, опять же, спасибо Генсиму, при сохранении модели нужно отдельно сохранять атрибут под названием exp.elog.beta. Это как раз один из параметров LDA-модельки, бета-коэффициент, но почему-то он не сохраняется по умолчанию, его нужно сохранять отдельно. Сможет быть, это уже по фиксере. В прошлый раз, когда проверял, все еще не работало, поэтому его нужно отдельно сохранить, например, в нампайовский бинарник. А потом, если вы модельку подгружаете в другом файле, в другом ноутбуке, нужно будет обязательно объявить, что, эй, вот в этой вот модельке аргумент exp.elog.beta равен тому, что мы только что сохранили и подгрузили. Иначе моделька не сможет работать и генерировать вам топики. Это не очень хорошо. Так что тоже важный момент. Если вы не в пределах одного ноутбука все это делаете, а сохраняете модель в одном месте, например, в скрипте, а потом уже подгружаете в другом месте, то не забывайте про вот этот параметр. Так, ну и, наконец, результаты. Модельку обучили, топики получили, и слова для топиков тоже получили. Поехали смотреть, на что получилось. Здесь есть ссылочка на ноутбук, собственно, со всеми визуализациями, которые мы получили. Ну, сейчас я часть из них здесь уже покажу. По визуализации. Для текстов, а конкретно для топиков, есть потрясающая просто по красоте вещь. Это wordcloud. Вы наверняка его много раз уже видели. Это когда из разных-разных слов получаются красивые картинки. И чем больше слова, тем важнее этот тема, этот топик, тем важнее это слово для топика. Соответственно, есть библиотечка. Wordcloud ставится отдельно, не входит в стандартный дистрибутив Anaconda, так что pip install. Описываем просто красивую функцию, которая на вход берет номер топика, подгружает этот топик из модельки LDA и строит красивый wordcloud. Вот. Какого там размера, числа слов и так далее. У wordcloud есть потрясающая функция generate from frequencies, которая позволяет вам прямиком взять вот этот вот список слов с их частотами из каждого топика и сгенерировать на основании них красивую картинку. Чем выше будет частота встречаемости этого слова для топика, тем больше это слово будет на картинке. Ну и давайте уже посмотрим на картинку. Та-дам! Итак, мы получили 30 топиков, и каждый из этих топиков нужно было теперь проинтерпретировать. Допустим, топик 0. В топике 0 самые большие, самые частые слова – это клип, песня, трек, смысл, видео. Еще есть одна биграмма очень частая, один куплет, сюжет, текст, работа и так далее. То есть, ну, скорее всего, речь идет о каких-то видеоклипах, потому что здесь слова видео, клип, трек. Ясно, что это о песнях, потому что мы все время парсили музыкальные группы. И вот действительно похоже на что-то связанное с песнями, с видеоклипами. Такая, допустим, может быть, интерпретация нашего топика. И хорошо видно, что действительно все эти слова связаны друг с другом, образуют какой-то хороший, плотненький такой топик. Еще парочка примеров. Стандартная тема для ВК. Если любые вообще данные из ВКонтакте брать, обязательно этот топик всплывет. Россия, Украина, русские страна. СССР, народ, война. Всегда там будет о политике, всегда будут эти бесконечные срачи. И этот топик действительно у нас тоже выделился. Как бы показатель качества модели, но не качество аудитории. Еще один хороший топик – слушать песню. Песнь, альбом, текст, группа, музыка. То есть что-то уже не про видеоклипы явно, а просто про прослушивание альбомов, песен. То есть немножко уже отличается от того, что мы видели раньше. Еще несколько красивых. Топик номер 19. Концерт «Город Москва. Деньга. Купить место рубль». То есть в группах ВКонтакте не просто обсуждают, кто кому понравился, но еще и можно купить билеты и задать вопросы, а где что продается, когда выступаете в этом месте, когда в этот город приезжаете. И действительно этот топик тоже взял и красиво выделился. Мы смогли проинтерпретировать. Вот еще один хороший топик с красивой вертикалью власти. Тоже что-то связанное с политикой, судя по всему. Ну и в результате мы с вами получили вот эти 30 топиков и интерпретации к ним. С этими интерпретациями можно не соглашаться, сделать какие-нибудь свои. Как раз по ссылочке можно посмотреть на все-все-все топики и попытаться их как-то проинтерпретировать самостоятельно. Ну вот у нас клипы на песни, общество человек, социальные темы в рэпе, клубы, Тимати и так далее. Какие-то топики у нас не получилось проинтерпретировать. Вот топик 10 неинтерпретируемый, топик 24, 28. Три штуки мы не смогли проинтерпретировать. Ну, три штуки от 30 не так много. Поэтому, в общем, когда мы посмотрели на все вот эти вот хорошие распределения наших слов, мы поняли, что окей, 30 значит будет достаточно. Ладно, три у нас мусорные. Бывает. Ну и, собственно, на этом обычно заканчивается тематическое моделирование. Потому что, как только вы выделили интерпретируемые топики, в принципе, можно сказать, ну, как бы все, вот текст, вот о чем этот текст, как бы моя работа здесь завершена. Но мы захотели немножко подальше пойти и посмотреть на всякие интересные особенности этих тематических векторов. Что мы решили сделать? Раз у нас для каждого документа, как вы помните, есть распределение топиков в этом документе. То есть в нашем случае у каждого комментария есть вероятность пронаблюдать в этом комментарии каждый из 30 топиков. Какие-то будут с большой весом, а с каким-то меньше. Где посмотреть о моделях, моделирующих одну тему на документ? Пум-пу-рум-пу-рум. Так, как же она называлась-то? Twitter LDA, по-моему. Вот в эту сторону можно посмотреть. Twitter LDA погуглить. И можно, в принципе, вот по этим ключевым словам и погуглить. То есть что? Topic Modeling, One Topic как-нибудь так. Ну, Twitter LDA или Short LDA, по-моему, еще называется. Сейчас я давайте посмотрю. Вроде бы вот так. Short LDA. LDA Short Text или что-то такое. Short Text Modeling. В общем, да, Short Text Modeling имеет смысл смотреть. И там, скорее всего, что-нибудь вылится. Ну, вот я знаю только про Twitter LDA. Остальные не смотрел. Так, собственно, да. Идея. Раз у нас есть этот документ, наш комментарий, и есть вектор, который наполнен вероятностями. То есть у нас есть вероятность пронаблюдать топик номер 0, номер 1, номер 2 и так далее до 30-го в этом конкретном документе. Что если мы скажем, что вот этот тематический вектор вероятностей мы будем использовать как алгебраический вектор признаков? То есть почему бы и нет? У нас теперь есть 30 признаков для нашего комментария. А теперь, раз у нас есть признаковое пространство, причем оно одной размерности для всех и всех комментариев, почему бы с ним не поработать как с классическими признаками, как вот мы прям любим и привыкли. То есть будем считать расстояние между ними, искать средние, кластеры и все что угодно. Супер. Идея следующая. Давайте посмотрим на реализацию. Первое, что можно сделать. Если у нас есть определенный жанр, допустим, шансон, мы можем взять всех-всех-всех подписчиков этого жанра и взять все комментарии, которые они оставляли в этих группах, соответственно, в группе шансона. Если мы это сделаем, мы с вами получим хорошую выборку этих тематических векторов для всех подписчиков этой группы. Берем по ним среднее, прям классическое, и получаем тематический профиль для этой конкретной группы. И что это такое тематический профиль? По сути, он говорит о средних вероятностях пронаблюдать каждый из топиков среди комментариев в этой группе. Например, если возьмем по жанрам. Шансон. Самой большой вероятностью встречается неинтерпретированный топик. Ну, к сожалению, да, бывает. Дальше с вероятностью аж целых 0,15 песни о жизни и любви. То есть мы так проинтерпретировали этот топик, и вот у шансона это похоже действительно на песню о жизни и любви. Дальше какие-то общественные, благодарность за концерт, общество и человек, понравившиеся альбомы и так далее. У нас уже по убывающей эти вероятности идут. Теперь можно то же самое сделать для исполнителей. Допустим, возьмем Филиппа Петровича, посмотрим на всех-все-всех подписчиков в его группе, возьмем все комментарии этих подписчиков, усредним, опять же, тематические вектора и получим тематический профиль для Киркорова. Итак, с наибольшей вероятностью в его группе обсуждаются благодарности за концерт. И действительно, если зайти к этому прекрасному исполнителю, то в комментариях его группе будет «Спасибо большое, это был лучший концерт, лучшее, что происходило в моей жизни» и так далее. Круто, что это выделилось при помощи вот такого простого среднего. «Песня о жизни и любви», тоже «Общество человек», обсуждаем музыку и так далее. Для Тимоти то же самое можно сделать и так далее. В результате, если интересно, там визуализации все есть по той ссылочке. Теперь, раз у нас есть эти средние вектора для жанров и средние вектора для исполнителей, мы можем посчитать расстояние между ними. Обычно в текстах считается косинусное расстояние, как-то там лучше работать, чем обычные Евклидовые или Манхэттен или еще что-нибудь. Ну, и мы тоже взяли косинусное расстояние. В результате, если мы, например, возьмем средние тематические профили для каждого из жанров и построим вот такую вот матрицу расстояний, то мы увидим очень красивую картинку. Косинусное расстояние, напомню, от нуля до единички. Чем ближе к нулю, тем более похожи друг на друга. В данном случае тематические профили, чем ближе к единичке, тем менее похожи друг на друга тематические профили. Итак, давайте возьмем джаз, например. Видно, что джаз не сильно похож на эстраду по обсуждениям, очень не похож на попсу, на рок тоже не сильно похож, металл, на классику очень сильно похож. И на классику похож гораздо сильнее, чем на что-либо еще. И еще очень не похож на шансон. С классикой то же самое. Не похоже ни на что, но очень похоже на джаз. То есть, какой делаем вывод, что пользователи, которые подписаны на паблике классической или джазовой музыки, обсуждают в своих комментариях что-то такое, что кардинально отличается от обсуждений в группах попсы шансона, например, но при этом очень похожи друг на друга. Достаточно уже интересное наблюдение. И действительно, когда парсили и просто глазами смотрели комментарии, там очень такие особенные, одухотворенные люди, которые обсуждают поэзию и искусство. Поэтому у них действительно друг на друга похожи, а вот на всех остальных не очень. Ну и так далее. Можно посмотреть на еще каких-то представителей. Рок-музыка очень похожа на эстраду, почему-то по обсуждениям, на панк-музыку, на инди-музыку и так далее. С уже по вот таким вот небольшим маточкам расстояния можно какие-то интересные выводы сделать. То же самое можно сделать для профилей. Ну раз у нас там 134 исполнителя, матрица 134 на 134 не очень красивая будет. Поэтому можно сделать штуку поинтереснее. Возьмем, например, Киркорова и его тематический профиль и возьмем всех и все остальных исполнителей. И просто посчитаем попарное косинственное расстояние между всеми объектами, которые у нас есть. А дальше возьмем топ-10 самых близких друг к другу по косинственному расстоянию и топ-10 самых далеких друг от друга снова по косинственному расстоянию. В результате на Киркорова у нас похожи «Елка», «Алоэ Вера», «Лолита», «Агутин», «Леонтьев», «Серебро», «Лазарев», «Валерий», «Николаев» и так далее. То есть действительно русская условная попса или эстрада, я уж не помню, к кому Киркоров относится, друг на друга очень похожа. И все эти исполнители, они чем-то явно объединены. На кого Киркоров не похож? Киркоров, Буйнов, это вообще самый самобытный исполнитель в 1982, он не похож ни на кого. Он как выброс, и подписчики там обсуждают, что это вообще странное. Дальше «Контемпорий классик», паблик с классической музыкой. Здорово, Киркоров не похож на них по обсуждениям. Классика, «Рыцарные рыцари», что-то из инди. Антоха МС, немножко рэпа. Михайлов внезапно. Снова джаз и еще какие-то штуки. То есть круто. По топикам, которые люди обсуждают, по тематическим профилям, мы уже можем найти какие-то группы жанров условно. Действительно, Киркоров похож на вот этих вот людей не просто так, а потому что все они принадлежат определенному жанру музыки. То же самое для еще нескольких исполнителей. ЛСП. Топ-10 похожих. ЛДжей, Оксимирон, Газголдер, Нойс МС. Супер. Рэперы с рэперами прям вот слиплись. Снова Буйнов, ни на кого не похожий. Классика, «Рыцарные рыцари», классика. Русский шансон, Шуфутинский. Здорово. Значит, подписчики, которые наслушают шансон, они не похожи по обсуждениям на подписчиков ЛСП. Король и Шуфут, Лепс Би 2, «Руки вверх», почему-то Агутин, Зимфира, Муми Трой, то есть немножко русский рок тоже как-то вот выделяется. И снова Буйнов, конечно, ни на кого не похож. В результате очень прикольный вывод. Мы смогли по вот этим тематическим векторам, не используя никакой информации о жанрах, а только о вот этих вот топиках, то есть о чем люди говорят, уже смогли найти какие-то похожие, непохожие друг на друга, причем интерпретируемо похожие объекты. Это хорошо. Ну и, наконец, можно подсмотреть наше многомерное пространство на плоскости. Данные мы можем сжать. Сейчас у нас с вами 30-мерные вектора, потому что у нас 30 топиков уникальных, а значит, для каждого объекта из нашей выборки, для каждого комментария, у нас с вами 30 признаков, 30-мерный вектор. Возьмем TSE или TISNI, если кто-то английскую фонетику любит, и сожмем это дело в двумерное представление. Очень хорошая реализация мультикорд TSE от Дмитрия Ульянова. Она работает гораздо быстрее, чем обычная скалерновская реализация. И имеет смысл использовать только ее, если вы используете TSE. Потому что она параллелит все учисления на несколько ядер. Теперь, подробнее на эти методы уменьшения размерности, но не важно. Что получилось? Когда мы сжали вот эти 30-мерные вектора в двумерную плоскость, получили следующую картинку. Классика и джаз далеко от всех остальных, близко друг к другу, шансон попса и так далее. Большой дисклеймер. Вообще-то, TSE не сохраняет пространственные отношения объектов друг к другу. У него есть такая нехорошая особенность, что несмотря на то, что он учится с тем, чтобы сохранять эти попартные расстояния между объектами в многомерном пространстве, сжимая их в двумерное, например, тем не менее, не всегда стоит интерпретировать расстояние между получившимися сжатыми представлениями как истинные. Почему? Потому что TSE крайне чувствителен к своему показателю перплексии. И когда вы ее будете настраивать, то вполне возможно, что у вас будут получаться абсолютно разные картиночки. Соответственно, если вы не уверены в том, что вот эти результаты, вот эти расстояния действительно можно проинтерпретировать, то, скорее всего, TSE интерпретировать так нельзя. Но так как мы с вами уже смотрели на матрицу расстояний, которые мы строили при помощи косинусных расстояний, мы гарантированно знаем, что классика и джаз близки друг к другу, далеки от всех остальных, то мы можем предположить, что здесь моделька справилась, хорошо сжала и сохранила эти пространственные отношения. Так что будем все-таки их интерпретировать именно так. Но не всегда так стоит делать. Ну и, наконец, последняя картиночка – это вся карта русской музыки. Здесь все-все-все исполнители, тоже сжатые двумерное пространство и на одной картинке нарисованы. По ссылочке там есть красивая визуализация в Plotly, которую можно приближать, удалять и смотреть. Ну, собственно, здесь тоже можно приближать, удалять. Ну и, например, парочка хороших примеров построили ТСМЕ и еще дополнительно здесь навернули кластерный анализ, где число кластеров соответствует числу изначальных музыкальных жанров, то есть 11 штук. И в результате получилась вот такая красивая и интересная картиночка. Например, кластер рыженьких точек – LJ, LSP, Oxymiron, Erzac, Fiduc, Johnny Boy – ну и так далее. То есть похоже, что это действительно кластер русского рэпа, современного русского рэпа, который вот так вот хорошо выделился. И это означает, что подписчики всех этих пабликов, всех этих групп обсуждают примерно одно и то же. Поэтому они так близко друг к другу расположились. Гречка, Пугачева, Монеточка, Little Big, Gas Golder, Ice Peak. Ну, окей, за исключением, наверное, Пугачевой. Здесь действительно всякая современная танцевальная и не только музыка. То есть тоже что-то такое современное выделилось. Монеточка, Гречка, Little Big. Конечно же, Шансон. Очень-очень они друг на друга похожи. И почему-то здесь еще Басков и Валерия задесались. Но вот в целом вот они шесть ярких представителей, где все обсуждения максимально друг на друга похожи. Так что тоже это выделилось в отдельный кластер. Здесь джаз. Моцарт, классическая музыка, Петр Чайковский, классика. Джаз-джаз-джаз-джаз тоже как максимально не похожи на всех остальных. Вот они друг с другом выделились. Был один красивый такой кластер. Ну, и так далее. Можно еще посмотреть на вот эту картинку, где там что есть. Вот тут вот немножко русского рока. Мумитроль, Земфира, B2. Что еще здесь есть? О, вон Буйнов. Почему-то здесь не особо-то выброс. Гражданская оборона, Меладзе, Валерия. О, вот эта вот Папса вся пошла. Михайлов, Виагра, Меладзе, Максим и прочие ребятки. Так что красивая картинка получилась. А где Буйнов? Да, Буйнов вот здесь вот нашел. Но опять же, в TSMG нельзя так интерпретировать прямо однозначно, что окей, если здесь расстояние близкие, значит, и в реальность расстояние близкие. Можно только так пытаться это проинтерпретировать. Все зависит от настройки модельки. Поэтому Буйнов здесь не то, чтобы выброс. Хотя по всем предыдущим графикам мы видели, что он находится далеко от всех остальных. А Буйнов здесь что-то вот достаточно близко находится. Опять же, как вариант, можно попробовать не TSMG построить, а, например, обычный PKA, то есть Principle Component Analysis, мета главных компонентов. И в этом случае мы уже гарантированно можем интерпретировать расстояние между объектами, но, скорее всего, картинка будет не такая хорошая, потому что PKA, особенно всего две компоненты, и, скорее всего, ничего хорошего не найдут. Можете попробовать три компонента. Итак, подытожим. В результате вот этой штуки, когда мы взяли и попробовали поиграться с тематическими векторами как с признаками, с признаковым пространством, мы выяснили, что слушатели разных жанров действительно слушают разные. Да, это не PKA, это TSMG. Это нелинейное сжатие, нелинейное преобразование, поэтому оно не сохраняет пространственное отношение объекта друг к другу. Итак, слушатели разных жанров действительно обсуждают разное, и настолько разное, что мы смогли по вот этим тематикам обсуждений заново получить всякие разные кластеры и соотнести эти получившиеся кластеры с изначальными музыкальными жанрами, при том, что информацию о конкретном музыкальном жанре мы нигде не использовали во время моделирования. Так что действительно это работает, тематическое моделирование что-то показывает, и топики действительно по-разному распределены в разных текстах, в разных пабликах. И это круто. Итого, давайте немножко подытожим. У нас там как раз пара минут остается. Первое. Мы с вами познакомились, собственно, с задачей тематического моделирования, обсудили, для чего это вообще может быть нужно и полезно, что лежит в основе, какая-то интуиция у моделек. Посмотрели на основные этапы предобработки текста, на очистку, на стемминг, в нашем случае лимбатизация, а не стемминг, токенизация и фильтрация. Это мы все с вами тоже посмотрели. Дальше посмотрели на расширенные возможности тематического моделирования, то есть как получать не только интерпретируемые топики, которые мы можем гордиться, но еще и построить вот эти тематические профили и как по ним искать схожие сообщества. И это тоже хорошо. Так, сюда сейчас сразу же скидываю ссылку на полный проект, чтобы можно было ознакомиться, посмотреть на весь весь код. Но, в принципе, еще пару слов скажу, зачем можно, в принципе, использовать эти тематические вектора. На самом деле их очень удобно использовать как действительно признаковое пространство для ваших текстов. То есть стандартно в NLP делают какой-нибудь TF-IDF, count-victorizer, еще что-нибудь, то есть преобразовывают нашу исходную текстовую информацию, где там не структурированные данные, в красивую табличку, где есть просто числа, матрица слова, документы, например. Но у этой матрицы есть одна и очень большая-большая проблема. Эта матрица очень большая. И более того, она еще и разреженная. То есть слова, когда у нас мы считаем эти частоты встречаемости в разных документах, понятное дело, что не все слова встретятся в пределах одного документа. Что это означает? Что большая часть значений на пересечениях строк со столбцами у нас будет нулями. Разреженная матрица. Это не хорошо по куче разных причин. Первое, то, что мы с вами, чтобы получить какую-то адекватную информацию, из этих вот вещей, должны смотреть, обращать внимание на ненулевые пересечения. Соответственно, не все модельки могут с такими разреженными матрицами работать. Например, если бы мы пытались здесь построить какой-нибудь, не знаю, лес, он бы просто загнулся на таких разреженных данных. И это ограничивает нас в пространстве моделей, которые можем использовать. И обычно после TF-IDF используется что-то линейное. Линейная регрессия, логистическая регрессия, в зависимости от того, какая это задача. То есть что-то очень простое, что может работать с разреженными данными и с данными, в которых признаков, то есть уникальных слов гораздо больше, чем наблюдений. Это первое. Поэтому что можно сделать при помощи тематического моделирования? По сути, это этакий фичер инжиниринг. Генерация признаков на основе вашего сырого текста. Как мы только что увидели, для каждого документа, для каждого текста, комментария, неважно, мы с вами можем построить тот самый тематический профиль или просто тематический вектор. И дальше этот тематический вектор уже можно использовать как хороший плотный признак, dense признак. То есть это не спарс-матрица, а маленькая, хорошенькая такая матричка с хорошими признаками, которые еще интерпретируемы. И это самая большая возможность как раз использовать такой шаг, как при процессе для классического машинного обучения. То есть при помощи тематического моделирования можно получить новые признаки, классные, интерпретируемые, которые характеризуют то, о чем говорится в этом тексте, и уже не нужно при этом заморачиваться с предназначенной обработкой слов, с всякой нерандой. У вас будет готовое, хорошее признаковое пространство. Так что это еще к вопросу о том, зачем нужно тематическое моделирование. Не обязательно для построения топиков, еще и просто как шаг при процессинге ваших текстовых данных. Так, что осталось у нас за кадром в этом открытом уроке? Первое, сбор данных из ВК, очевидно, через API. Я скинул ссылочку, и в презентации она тоже будет. Можно посмотреть, как подключаться к ВК, используя ваш аккаунт, как качать оттуда данные и так далее. Не особо посмотрели на настройку параметров LDA. Опять же, потому что мы не посмотрели на количественные метрики, качество модели. Это перплексия, когерентность и прочие штуки. Если интересно, можно посмотреть, я тоже ссылочку одну вставил, что это за метрики. По сути, это некоторые метрики качества, которые либо говорят о том, насколько хорошо мы приближаем исходную матрицу нашим разложениям, либо, как, например, когерентность, пытаются, скажем так, оценить, оцифровать интерпретируемость топика. Если этот топик интерпретируемый, то когерентность, например, будет высокой. Но кардиация там ни за что высокая. Поэтому по-прежнему для LDA имеет смысл посмотреть глазами на те топики, которые у вас получились, и попытаться их проинтерпретировать самостоятельно. И еще очень классная вещь, о которой мы тоже не поговорили, это библиотека PyLDA-Vis. Если кто-то занимался тематическим моделированием, скорее всего, с ней тоже сталкивались. Это очень классная и мощная библиотека для визуализации топиков. По сути, что она делает? Она берет на вход вашу обученную модель LDA, берет с ней топики, конечно, строит PKA, Principal Component Analysis, чтобы сжать в двумерную плоскость. И на эту двумерную плоскость очень красиво, классно наносит визуализацию всех ваших топиков в виде таких больших кружочков. Чем больше кружочек, тем больше документов в этот топик попало. И дальше там можно прям интерактивно тыкать на каждый кружок, смотреть, какие слова туда входят, как они пересекаются. Ну, такой хороший, качественный визуальный анализ вашего тематического моделирования. Единственная проблема – работает очень медленно. Особенно, если у вас большая моделька на большом корпусе. Вот на нашем корпусе она так и не завелась, поэтому я не показываю. Если корпуса поменьше, то, скорее всего, пайлда АВИС неплохо встанет. И можно будет красиво так потыкать все и поисследовать результаты вашего моделирования. Так что я тоже рекомендую посмотреть. Так, про настройку параметров. Вот как раз эта ссылочка для Gensima. Там можно немножко посмотреть. И, кажется, на этом у меня все. Поэтому снова немножко вопросов в студию, а потом буду слушать ваши вопросы. Так, первое. Если было до этого непонятно, то стало ли понятнее, зачем вообще нужно тематическое моделирование, о чем это, что там происходит. Если да, то можно что-нибудь написать. Если нет, то тоже нужно что-нибудь написать. Ну и давайте оглашу весь список сразу. Появилось ли интуитивное понимание принципов работы алгоритма, ну и захотелось ли что-нибудь повторить и позаниматься тематическим моделированием на своих данных. Так, два да есть, три да есть. Круто. Супер, значит, вроде хорошо. Тогда давайте, собственно, да, на этом объявляем официальную часть закрытой. Переходим к банкету. И если у вас есть какие-то вопросы, то давайте задавайте. Вот, а я поотвечаю. А так, собственно, все. Можно идти спать и вот это вот все. Так, повторите, пожалуйста, как вычислялись вектора отдельных жанров и исполнителей. Да, поехали. А давайте, кстати, сюда пойдем. Пык, пык. Да, здесь как раз все-все-все топики. Мы еще не чистили мат, поэтому там очень классные топики есть. Брум-бурум-бурум. Брум-бурум. Во. Ага. Как вычислялись вектора для отдельных жанров и исполнителей. Что мы делали? Мы, по сути, брали. Где тут у нас? Топик прохладный жанров. Ой, что-то не идти. Здесь все функции. Во. Мы просто брали всех подписчиков, например, текущего профиля, допустим, Киркорова, да, берем все-все-все комментарии, которые есть в этом профиле у Киркорова. Дальше. Для каждого комментария мы, используя нашу модельку, генерируем распределение топиков в ней. То есть буквально model.getDocument.topic для нашего текущего документа. По сути, эта же модель, она уже обучена, значит, она может что-то предсказывать. В данном случае это метод не predict, а метод getDocument.topic. Что этот метод делает? На основании тех слов, которые входят в конкретный комментарий, она предсказывает распределение топиков в этом документе. Ну, например, там, topic.tol с вероятностью такой-то, topic.1 с вероятностью такой-то и так далее. Теперь мы имеем для этого комментария текущий, ну, условно, профиль тематический, да, то есть вот этот вот вектор. Дальше все, что нам остается сделать, это взять все-все-все вот такие вот предсказания, распределение топиков по всем комментариям текущего исполнителя и их усреднить. В результате, да, получаем как раз тематический профиль для нашего отдельного исполнителя. То же самое по жанру. То есть это всего лишь среднее по предсказанным тематическим векторам для каждого из комментариев из этой группы. Так, да, круто, спасибо. Прям конфанул, круто. Отличная идея с анализом выборов США, спасибо. Да, тут как раз скоро будет, можно подсуетиться и тоже запилить свой. Это всегда интересно. Но, в принципе, тематическое моделирование потрясающая вещь. Например, одна из, сейчас тоже отвечу, да, одна из студенток как раз прошлого потока, который сейчас выпустился, сделала очень классный финальный проект. Она взяла данные из форума людей больных целиакии, непереносимостью глютена, клетчатки и всего нехорошего. Скачала там тоже огромное количество комментариев, по-моему, 160 или даже больше тысяч, и построила тематическое моделирование по вот этому всему огромному количеству комментариев. И там просто потрясающе интерпретированные результаты получились. Не читая вот этот вот весь форум, можно уже узнать, о чем там люди говорят. Отдельный топик про путешествия, то есть как в дороге, в путешествиях, что там можно и что нельзя есть. Отдельный топик про медикаменты, отдельный топик про боль, депрессию, как это все достало и болит. Отдельный про продукты, которые можно покупать. То есть потрясающе интерпретируемо, очень красиво, по огромному тоже корпусу сделано, и в результате такие классные интерпретируемые результаты. Так что идей с тематическим моделированием может быть огромное количество, главное текста найти. А какие есть инструменты для sentiment-анализа с русских текстов? Смотрите, для sentiment-анализа самое известное, что я знаю, это Rue Sentiment. Rue Sentiment – это корпус, который собрали уже не помню кто, какой-то из университетов. Да, не помню какой, к сожалению. Сейчас я его сюда скину. Собственно, это огромный такой ресурс, который собрали и разметили. А, ну, кстати, вот 3,2 миллиона токенов Russian ВКонтакте пост. А, это еще что-то есть. Короче, они взяли кучу разных текстов, ручками их разметили, ну, часть ручками, часть, конечно, автоматически, но тем не менее, разметили их семантику и можно, собственно, этой штукой пользоваться, если нужно взять для русского текста хорошую размеченную выборку. Вот Rue Sentiment – это один из стандартов, мне кажется. Вот. Еще с чем-то я, кажется, сталкивался, но не помню, делал что-то с ним или не делал. Скорее всего, нет. Да, вот у них Active Learning Static еще будет. Очень хорошая вещь, прям для сентиментов потрясающая. А, и еще одна штука есть, да, сейчас тоже скину. Deep Pavlov Sentiment. пум-пум-пум-пум-пум-пум. Вот здесь вот, кажется. Ага, да. Вот у этих ребяток, Deep Pavlov, это исследовательская группа MFTI. Очень мощная, очень классная. Они делают самые крутые модельки для русских текстов, для русского языка. Они как раз в открытый доступ выкладывают свои уже обученные модели, обученные семантические классификаторы, например. Не знаю насчет выборок именно, но готовые модельки у них есть, которые можно прям брать и просто предсказывать по вашему тексту. Там и сеточки есть нейронные, и обычные модельки, и все-все-все, и для русского языка в том числе. Вот, так что еще их тоже рекомендую. А, да, пока никто не разбежался, если уже кто-то разбежался. Сейчас я попытаюсь мастерски скопировать. О, даже вставилось офигенно. Вот, пройдите, пожалуйста, опрос. Вот, там типа понравилось, не понравилось, что надо, что не надо и так далее. Всегда полезный фидбэк. Так, пройдите, пожалуйста, ссылочку. Так, есть ли еще вопросы? А, и, кстати, у нас тут скоро этот день открытых дверей. Как раз будет презентация программы по машинному обучению, так что если вам интересно, как бы пока кроличья нора, посмотреть, что там есть еще дальше. Ну и, собственно, хотите позаниматься с машинным обучением, и как вариант пойти на курс, то рекомендую присоединиться. У нас как раз сейчас будет новый запуск. Точную дату я не помню, но ее можно посмотреть на сайте отуса. Вот, теперь на этом у меня точно все. Так что жду ваших вопросов. Давайте, не знаю, до без десяти. Спасибо. 28 февраля. Во, спасибо, подсказали. Значит, 28 февраля буду как раз рассказывать про программу моего курса, что у нас там будет, что будем изучать, какие требования, что пойдем, что на выходе. В общем, будем много и долго болтать про программу и как вообще этот наш Data Science учить. Спасибо. Спасибо. Ну, пока вопросов вроде нету, так что... А, 28-ое начало курса, 1,32,24. Окей, значит, я 24-го буду рассказывать про курс, а 28-го уже будем учиться. Да, я с датами вообще плохо. Вот, значит, 24-го приходите и будем говорить. Так, скажите, есть какие-то модели для перевода текста в речь? Да, конечно, огромное количество. И недавно зарелизили State of the Art очередной. И там раз в пару месяцев стабильно появляются. Которые генерируют не просто речь, а речь конкретного человека. То есть, если у вас, например, есть желание, чтобы вам условно Филипп Киркоров что-нибудь говорил, то можно просто набрать достаточное количество сэмплов, его голоса, и, соответственно, текстовой расшифровки, скормить это в модельку и получить на выходе готовую модель, которая сможет переводить любой текст в то, что он говорит. Если это интересно, то сейчас... Так, MIT, 워딩, курс. Курс. Что такое? Вот, кажется, у этих ребяток буквально недавно запустился новый курс, в котором как раз реклама была эта самая генерация. Сейчас попробую найти. Нет, это точно было MIT. Ага, да, Intro to Deep Learning. Супер. Вот, тогда сейчас скину вот эту вот ссылочку, ну и, собственно, по ней можно будет перейти на курс. Это уже которая там по счету издания классического курса MIT по глубокому обучению. В этом году у них основная фишка в том, что они как раз будут учить модельку, которая умеет приводить текст в речь знаменитости, например. В данном случае этот текст читает Барак Обама. Так что, посмотрите. Так, а для смешанных текстов на русском, английском, неизвестных языках есть какие-то особенности топик-моделинга, климатизации, например, разные инструменты общие для смеси языков. Скажу сразу, не знаю. Единственное, что могу сказать, когда мы делали тематическое моделирование по практически всему ВК, там тоже с президентами было связано, только с русскими. Типа, выборы президентов были в 18-м году, мы взяли все паблики кандидатов в президенты, всех подписчиков и посмотрели, что они на стенках пишут. И тоже тематическое моделирование мы вернули. И там интересная вещь произошла. Мы после обычной лимитизации, обычного топик-моделирования увидели пару топиков, которые состояли из английских слов. Их тоже можно было проинтерпретировать. То есть, судя по всему, это были какие-то паблики для изучения языков или что-то такое, но вот они прям отдельно выделились. Так что, я не знаю насчет специальных методов, которые умеют это учитывать, но вот не специально это вроде как получается автоматически. Есть модели, которые умеют определять язык, да и в принципе регулярных выражений или просто проверки хватит, не знаю там, какая кодировка у текста, русская или не русская, ну, по крайней мере, для смеси русского и английского языка. Уже хватит, чтобы отдельную лимитизацию, например, использовать для текстов русских, для текстов английских. Но вот прям чтобы специально тематическое моделирование я не скажу, не знаю. Возможно, имеет смысл действительно разделять, строить отдельные модельки для, условно, кириллических, для не кириллических, что-нибудь такое. Вот, потому что да, стейлинг или лимитизация в любом случае будут разные, и их нужно учитывать. Так, оба мы закрыли. Не забывай вопрос. Так, ну и давайте еще минутки три и сбежимся. Кстати, пока можно погуглить. О, похоже, есть. параллельный топик модель. Ну, по крайней мере, на Арксиве есть уже хорошо. Значит, кто-то в эту сторону копал, что неудивительно, и какое-то тематическое моделирование я сделал. Немецкий, английский. О, тоже ЛДА, тоже Дерехле. Ага, ну у них еще дополнительные параметры в модели, которые как раз кодируют в какой-то язык. Нормейшин, словарики, какие-то метрики специальные. Ну, что-то, что-то явно можно сделать, если у вас разные языки. Здесь, правда, всего два языка, но... Да. В общем, так сразу, похоже, питоновский код не нагуглить, раз первая ссылочка это Arxiv. Итак, последняя минута для задавания всяких вопросов. тожеårе. все равно, Это и еще разумнее, do Так, ну, окей. Тогда, похоже, вопросов больше нет. В таком случае всем спасибо, что пришли. Круто, что было полезно. И, опять же, если вам интересно дальше продолжать машинным обучением заниматься, то 24 число, день открытых дверей, 28 февраля, начало нового запуска курса по машинному обучению, где, собственно, буду вести я и хороший очень преподаватель. Итак, все хорошо. Все, тогда спасибо большое и всем пока. Так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok